Друзья, всем привет! Продолжаем тему, как учиться чувствовать партнера. И сегодня мы попробуем изобразить, это получается, конечно, не всегда. В чем заключается упражнение? Я реагирую на ошибки партнера. Сейчас он партнер, не соперник. Потом он будет соперником. Но я это делаю закрытыми глазами. То есть я исключаю из этого процесса зрение. То есть зрительного процесса нет. Есть только ощущение, дистанция. То есть ручки контролируют корпусом. Попробуем изобразить, что это такое. Ну, как бы поле были явно ошибки. Потому что Антон такой, что ошибки не совершает, а тяжелый, ребята, ошибки совершили. То есть как работаем? Взяли любой захват, с которым вы работаете. Глаза закрыли по-честному. Если глаза не закрываются, открываются. Завязали какую-нибудь тряпочку, чтобы... Ну, поясин. И отсюда, значит, я взял захват. Да, и опять же, если я напряжен, смотрите, даже совершив ошибку, партнер у меня удягивает. Он потащил сейчас спиной, да? Я напрягся, и на самом деле я еще большую ошибку совершаю. Да. Вот партнер туда ушел, да? Да? Я отпускаю. Он ошибку совершает какую-то другую. Вот, вот, я продолжаю движение, скручивание. Хорош. То есть работаем на ощущениях. Вот он, да. Ну, сейчас Антон прыгнул. Слышится. Вот он наклоняется. Наклоняется. Выпрямляется, но в наклоне, да? И отсюда я ухожу, бросок через голову, да? Так, визырь. Ну, что тут? Сейчас, извиняюсь, он еще какой-нибудь. Так, вон. Все, глаза открыл. Работа над ощущениями. Когда мы выключаем из работы зрительный этот контроль, другие начинают компенсировать недостаток. И получается, что больше, больше организм сам чувствует, когда надо сработать, в какую сторону и как сработать. Антон, какие замечания? Замечаний нет, надо тренироваться. Сразу, понятно. Нет, сразу не помогает. Советы. Советы. Чувствовать душой и сердцем. К партнеру надо быть, как к родному относиться. Если я буду его отталкивать, ничего не получится. Надо партнера контролировать, да? И как только он ошибку совершил, тут же сразу его наказать. Поэтому, Антон, спасибо. Всем правильного ощущения. Мир ощущений. Пока. Пока.